В Ставропольском аэропорту как никогда оживленно. Воздушная гавань переполнена детьми. Это участники всеармейской олимпиады, которые скоро отправятся обратно в свои училища. Найти в толпе кадет должников непросто. Однако судебным приставам удается распознать неплательщиков. Один из них теперь не улетит за границу. У нарушителя долг по кредитным платежам. Присутствие понятых составляет акт описи ареста, а вот мобильный телефон мужчине оставляют только на условиях ответственного хранения. Он должен явиться к нам в службу, чтобы написать заявление о самореализации данного имущества и дальше уже покрыть всю задолженность, которая у него имеется. Данное требование, которое ему выдано, если он по нему не приходит, уже будет составлен административный протокол за неякку к судебному приставу. Такие совместные рейды администрация Ставрополя и служба судебных приставов проводят регулярно. Эта работа у нас проводится планово. В этом году это первый рейд, но не последний. Будем проводить эти рейды ежеквартально и будем работать на плановой основе, на системной основе и будем добиваться результата. Эти рейды планируются по крупным торговым центрам и общественным местам города Ставрополя. В числе лидеров долги за имущественные, земельные и транспортные налоги. За 2017 год я хочу сказать, что всего по городу Ставрополь было проведено 94 рейда. Администрация Октябрьского района где-то порядка 30 рейдов было проведено. И в ходе проведенных рейдов было взыскано более 5 миллионов рублей. То есть эффективность работы она налицо. И в общем-то в бюджет города дополнительно поступили налоги, в том числе от проведенных рейдовых мероприятий. С долгом в 30 тысяч выехать за границу не получится. Однако такой лимит установлен не для всех. Послабление не касается алименщиков, а также тех, кто выплачивает деньги за разные виды ущерба. Скоро майские праздники. Все мы знаем, что многие поедут за границу. И поэтому сегодня мы хотели напомнить еще раз нашим гражданам о том, что имеются ограничения, которые могут вынести судебные приставы в отношении должников. Не нужно иметь долг, который будет превышать 30 тысяч рублей. А также нужно исполнить требования исполнительного документа неимущественного характера. Организаторы рейда рекомендуют. Собрался в путешествие, оплати долги заранее. Виктория Веселеда, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.